Всех приветствую! Я архитектор-дизайнер Кирилл Корнеев. Это мое первое панорамное видео в формате 360 градусов. Если вы смотрите с компьютера, то в левом верхнем углу у вас виртуальный джойстик. Можете нажимать на стрелки и вращать вип. Но удобнее всего смотреть такие видео с помощью смартфона с встроенным гироскопом. Это почти все современные телефоны. Вы можете вращать его вокруг себя или возить пальцем по экрану. Выбирать самый лучший ракурс удобный. Я нахожусь в квартире в Люберцах, жилой комплекс No Name на улице 8 марта. Как и в большинстве моих проектов, тут тоже сделана перепланировка во имя улучшения эргономики исходного пространства. Потому что застройщик изначально кухню планировал вот в той комнате, мы туда пойдем, и как вы догадываетесь, эта кухня перенесена вот сюда, тут где она есть. По большей части она стоит на площади бывшего коридора. Исходный план и текущий вариант перепланировки я оставлю в описании под видео. Квартира почти готова, она еще не обжита. Нету некоторой мебели. Но в целом вы уже можете рассматривать интерьер. А я, может быть, потом еще приду, сделаю интервью с заказчиками. А может быть и нет. Как показывает практика, лучше всего смотреть интерьер так, чтобы я вас не отвлекал. Поэтому я на 3 секунды буквально отойду. А вы можете оглядеться, а потом пойдем посмотрим другие новичения. Теперь я приглашаю пойти в бывшую кухню. Теперь это гостевая или вторая детская, если понадобится. Я также поставлю камеру отдельно. Выбираю вам секунду. Надеюсь, все было видно. Теперь мы пойдем в детскую. Вот это, кстати, шкаф. Так, мы в детской. На месте скарба, раньше была лоджия с толстенной стеной, мы ее утеплили и присоединили. И теперь эта комната стала более просторной. Осмотритесь. Мебели нету, поэтому я в описании к видео приложу картинку, визуализацию, чтобы вы посмотрели, как все будет в законченном видео. А теперь мы пойдем в спальню. Теперь мы пойдем в спальню. Сейчас в квартире идут узконаладочные работы по оборудованию. Здесь вот строители устанавливают телевизор. Здесь перепланировки нету. Исходный план как будто остался. Хотя мы откусили кусочек, чтобы сделать гардеробную. Как видите, оставшееся пространство адекватно, чтобы поместилось все, что должно поместиться в спальне. А вот это красный угол, ниша для икон. За ним еще одна ниша, чтобы туда покарались шторы. У каждого интерьера есть какая-то своя изюминка по просьбе заказчиков и по инициативе дизайнера. Теперь мы пойдем в санузел. По пути смотрите, какой еще тут есть встроенный шкаф. Это ванная. Объединенная воедино из двух небольших санузлов, которые застройщик предлагал непонятно. Для чего тут поместилось все, что должно поместиться. А вот таким образом стала инсталляция, чтобы отделить зону принятия души в ванне. И вот такая конструкция, сейчас, наверное, вам не видно. Давайте я отодвигнусь секундочку. Состирание машины. Ставьте поощрение, это побуждает меня снимать новые видео. Если вам хочется сделать красивый ремонт, то можете позвонить Роману. Если я что-то упустил или у вас есть вопросы, вы можете написать их под видео. Там же я оставлю полезные ссылки и информацию. Текущий план, исходный план от застройщика, визуализации. Буду рад, если вы подпишетесь на канал. Спасибо за внимание.